приветствую вас и сегодня расскажу как установить freebsd на флешку метод довольно таки простой и он по моему мнению куда легче чем второй метод который заключается в сборке заново ядра из исходных кодов freebsd написание конфиг главного для компиляции самого ядра собственно давайте начнем для начала создадим простую виртуальную машину с самыми минимальными характеристиками назвать можно как угодно я назвал ее fob выбираем тип системы bsd и собственно далее все как обычно мы делаем когда создаем новую операционную систему так и далее все системы создали теперь мы просто подключаем установочный диск диск подключили и теперь запускаем собственно сама машина как вы понимаете сейчас нас просто голая виртуальная машина который мы подключим нашу юсб флешку блоге virtualbox позволяет легко делать то есть подключать usb устройство и скажу еще один момент что установка freebsd на флешку по сути ничем не отличается от обычной установки на hard disk за исключением лишь того что мы будем делать все то же самое ручную разметку диска с помощью консоли с помощью shell но здесь мы будем использовать не лейблы как мы делали в предыдущих видео по разметке а будем чисто на раздел на сам слайс создаваемые будем записывать собственно саму систему так и вот мы сделали стандартное движение по установке и перешли в shell для разметки диска давайте подключим нашу флешку вот мы ее подключили она подлилась как диск d a 0 так и здесь мы видим что у нас на нашей флешке есть файловая система это файловая система fat32 собственно мы удаляем всю таблицу репети смотрим что у нас все удалилось и проверяем еще раз если у нас наш диск в директории dev да он есть вот он d a 0 и собственно файловая система fat32 тоже удалилась теперь заново создаем таблицу gpt только уже на самой флешке указываем здесь диск d a 0 далее мы смотрим что у нас все таблица создалась видим свободное место 15 гигабайт и начинаем собственно саму разметку первым делом мы создаем загрузочный раздел freebsd boot указываем размер и собственно сам диск следующий момент это запись загрузчика на наш диск делается все то же самое как и при разметки диска на обычный жесткий диск да здесь обязательно не путаться а владеть команды полностью вот я забыл указать идентификатор первого раздела все и запись записано да сразу заговорюсь приходилось делать все записать видео на работе поэтому когда я отвлекался приходилось видео нажимать на паузу а потом собственно продолжать так и далее создаем для теста нам swap так как у нас диск 15 гигабайт мы можем себе позволить допустим swap в 1 гигабайт создаем сам swap далее создаем нашу соответственно создаем файловую систему для нашего для нашей операционной системы freebsd то есть разместим все в корне вот мы все 15 14 гигабайт выделили для выделили для нашей системы freebsd так ну для примера посмотрим вот как вы видите в территории dev создалось 3 слайса p1 p2 p3 с диска d0 да и нам нужно отформатировать наш созданный раздел p3 так как на нем собственно будет располагаться наша система сразу тоже скажу ранее что работает freebsd на флешке не вон как быстро почему во первых интерфейс в котором общается система с аппаратным обеспечением usb 2.0 то есть по нему все идет довольно таки медленно как мы можем вспомнить когда мы форматировали систему на жестком диске это все делалось буквально за секунды здесь же как вы видите форматирование идет довольно таки долго собственно то же самое будет и при работе системы какие то возможно даже простые операции такие как запустить диспетчер топ или вызвать какую-то просмотрщик дисков у вас будет занимать небольшое но время так как мы видим все у нас форматировалось создано три раздела и теперь давайте все ремонтируем наш созданный раздел d0 p3 к в территории мнт чтобы непосредственно установить туда систему смотрим у нас все ремонтировалось и теперь нажимаем точнее прописываем exist и установка пошла дальше здесь я прервал тоже саму запись потому что опять же скажу что процесс установки как и само юзабилити фребейсдес флешки очень очень затянут поэтому здесь я немного прервал видео подождал пока установка закончится и дальше уже продолжил окончательное действие по установке фребейсд вот собственно установка закончилась здесь мы как обычно вводим пароль на юзера root и заканчиваем остаточное действие по установке системы фребейсд я здесь ничего не стал настраивать в плане сети так как нам нужно результатом установленная система фребейсд на флешке поэтому все шаги мы пропускаем единственное я убрал звездочку с пункта dump dev чтобы у нас не сбивалась флешка различными логами так и здесь мы выходим и у нас появляется приглашение попасть нам в shell или же перезагрузить полностью систему здесь мы конечно убираем shell то есть yes так и здесь мы проверяем что наши разделы есть еще раз чтобы убедиться что все хорошо и теперь нам нужно занести наши разделы в файл fs tab для того чтобы при следующей загрузке наша система с флешки она смогла загрузиться в конце концов для этого мы делаем то же самое что и при ручной разметке заходим в файл fs tab и начинаем прописывать наши разделы в порядку сначала мы начинаем свапа то есть он у нас называется до 0p2 делаем стандартная запись в файле fs tab для свапа и так же прописываем наш корень то есть там где установлена наша система с чего собственно и будет все грузиться файл файл системы fs режим чтения запись и первые индексы для корневой системы вот как вы можете заметить запись файла fs tab файл заняло около 2-3 секунд скорее всего если использовать usb 3.0 возможно будет работать быстрее но опять же нужно точно брать последний релиз фрибезы чтобы у нас была поддержка usb 3.0 уже включенная в само ядро поэтому решать в принципе вам будет ли вы использовать ее для своих каких-то повседневных задач либо просто как для теста хотя довольно таки полезно чтобы так и собственно смотрите я далее записал видео по тесту самой флешки на таком вот персональном компьютере здесь мы в биосе выбираем загрузку флешки она здесь уже стоит по умолчанию ну и далее просто загружаемся с самой флешки так мы видим загрузчик у нас отработал и загрузил начальное меню загрузки смотрим далее что будет кстати говоря процесс загрузки довольно таки быстрый вот процесс входа в систему довольно таки будет медленный сейчас сами все увидите так вот у нас погружается демон с hd здесь он висит потому потому что потому что у нас нет не настойная сеть то есть он толком не может определить интерфейсы если на них что-то и собственно довольно таки долго висит но я установил принципе по дефолту то есть с hd должен быть так вот на система загрузилась заходим собственного логинимся ну как видите висит довольно таки долго все залогинились ну и я сделал два теста как вода статус не ввел две команды не проверки во первых это посмотрел что у нас вообще за диски раздела что смонтирована смонтирован то что мы и прописли в состав наш корень и посмотрел вообще на работу системы через диспетчер топ вот принципе все действия довольно таки простое решение как установить фрбсд на флешку играть пробуйте экспериментируйте всего вам хорошего до свидания